Привет, ребята! Это Мэтт Корр и курс ControlPaint.com. Сегодня мы поговорим о рисовании поз. Мы не будем заниматься рисованием обычных фигур человеческого тела. Вместо этого мы займемся рисованием трех основных элементов – головы, туловища и таза. Если вы когда-либо рисовали с бюстов или подобных настольных фигурок, то представляете, о чем идет речь. Мы упростим эти три основных элемента до крайне простых форм. Еще раз повторюсь, что суть занятия в том, чтобы выстроить мысленный план рисования, так как модель не будет у вас перед глазами постоянно. Поэтому этот метод отлично подходит тем, кто часто занимается концепт-артом или иллюстрациями. В этих видах рисования художникам очень часто приходится рисовать без возможности взглянуть на модель. Как вы помните, ранее я говорил, что движение персонажа выражается в основном через S-образный изгиб позвоночника. Но если взглянуть на какую-нибудь позу, то можно заметить, что движение выражается также через изгиб корпуса и других частей тела. Ну вот тут я изобразил крайнего правого футболиста. Как вы видите, его голова, туловище и таз развернуты в разные стороны. Это и есть выражение движения. Практически в каждой позе тело изгибается тем или иным образом. И поэтому при рисовании трех основных элементов тела в нашем сегодняшнем занятии вам нужно будет обращать внимание именно на то, как изгибается тело. Это поможет вам обозначить перспективу рисунка и общую позу персонажа. Итак, способ, которым вы будете рисовать каждый из этих упрощенных, зависит только от вас. Каждый художник по-своему упростит эти формы. Я использую комбинацию метода Эндрю Лумиса и пары других художников. Важно, однако, представлять таз как коробку. Его можно представить как сферу или круг, но это нарушает основное направление структуры. Вместо этого лучше представить его как коробку с обувью. Туловище, конечно, немного более округлое. Очень полезно также обозначить центральную линию. Некоторые художники рисуют нижнюю часть грудной клетки. Некоторые рисуют грудные мышцы. Без разницы, что вы рисуете, важно лишь то, чтобы этот элемент давал понять, в какую сторону обращен торс. Вот я, например, обычно рисую и то, и другое. И голова – это сфера с коробкой спереди. На ней тоже можно рисовать центральную линию. Крестиком обозначить место, в котором находятся глаза. Посмотрите, на своем рисунке я отобразил изгиб тела. Голова направлена в этом направлении, вправо – относительно торса. Смотрите. Торс направлен вперед. И таз тоже имеет свое собственное направление. Если взглянуть на крайнего левого спортсмена, то его поза довольно агрессивна и динамична. Кроме того, все три основные элемента его тела скрыты одеждой. Поэтому вам потребуется поработать воображением, чтобы понять, как расположены основные элементы его тела. Но как только рисунок готов, видно, что он куда точнее выражает позу и дает куда больше информации о ней, даже чем оригинальное изображение. Это может занять больше времени, чем рисование обычной модели тела. Но если вы готовы перейти ко второй фазе рисования и тратить на набросок 1-2 минуты, я рекомендую вам заняться именно рисованием трех основных элементов тела. Отличное упражнение – рисование фигур со спортивных фотографий. Довольно легко рисовать тело, глядя на обнаженные модели. Но вот если тело скрыто одеждой, задача становится куда сложнее. Удачи в работе и спасибо за внимание!